В Ивацевецком доме культуры из всех округов Брыжчины съехались около сотни представниц пригожего пола. Это руководители господарок, агрономы, зоотехники, птушководы, операторы машинного даяния. Женщины, которые стадионно укладывают все свои силы, чтобы наша в область занимала лидерские позиции в Украине, как в растительном области, так и в живелого доли. Здесь пригласили единственное те, которые имеют большой стаж работы. Это, в первую очередь, наши операторы машинного даяния. Хочу отметить, что у нас в области по итогам 2018 года 16 молочно-товарных комплексов, которые превысили 9-10 тысяч литров молока. Это 4 комплекса и 12 свыше 9 тысяч. Это люди, которыми, ну, действительно, гордится вся страна, и в том числе мы, в первую очередь, Брыжчане. Область одна из лучших в республике, если мы считаем, что лучшая. Вот, и заслуга женщин в этом огромная, присутствующих здесь, и, может, тех, кто сегодня и на рабочих местах. И мы постараемся сказать им сегодня и добрые слова, и показать достопримечательности Ивацевичского района. Ну, и так, чтобы они поехали домой с хорошим настроением, желанием работать еще лучше. Кожная запрошенных женщин отдала агропромысловому комплексу шмат годов пленной працы. Тому кожная заслуговывая поваги и удячности. Пятю раз их кируют господарками, а Олена Лапыка с Пружан – одиная на Брыжчане женщины, якая означалевая управление по сельской господарции и харчавание райвы Конкама. В целом район производит среди 16 районов Брестской области удельный вес нашего района более 10% в объемах валового производства области. Но по производству молока, до основной отрасли, от которой мы получаем сегодня основные денежные средства, мы уже, начиная с 2012 года, прочно удерживаем первое место в стране и собираемся в ближайшее время никому его отдавать. Основное количество людей, работающих в животноводстве, это же, конечно, женщины. Именно благодаря их труду сегодня район имеет такие результаты. Не обошлось и на встречу и без ознагорода. Найвышейшую продукцию с повдой молока на корову в 2018 году Сергей Ашмянцу и Михаил Ехюмук уручили подзятные письма 14 операторам машинного даяния. Больше за все ознагорода держали работники господарки Остромечева Брестского района. А вот самый высокий показчик – 10 596 килограммов молока на корову у молочно-товарного комплекса «Молодого» предприемства «Молодого Агро». Ирина Юрко працует там уже 15 годов. Работа, вы знаете, трудная, конечно, нечего говорить, но все руководство старается облегчить нам наш труд. У нас высокие технологии, развиваем дальше наши все технологии, стараемся, чтобы нам было как-то легче, проще, чтобы больше времени мы проводили в удобных, теплых условиях. Я считаю, что женщина, да, она как-то создана, наверное, быть более в такой отрасли, как животноводство, потому что животные они тоже любят любовь и ласку. А женщине это от Бога дано – любить, жалеть. Шмать теплых слов и пожеланий прогучало на встречу адрес працевниц села. И было видно, как от этого их твари начинают квятнеть и святиться усмешками. Добрый настрой пригажениям подарила так же яскравая концертная программа, подрихтованная творчими коллективами Ивацевичины. Алена Ракудь, Ганна Буйкевич, Миколай Рудский, телерадиокомпания «Брест».